Всем привет, я Владимир, вы на канале BeamerDog. Если вы владелец BMW, то с вероятностью процентов 80, может 90, у вас автоматическая коробка передач. А думали вы о том, что если мало ли в дороге что-то случится, машина сломается, как ее поставить в нейтралку? Поверьте мне, это не все так просто на более новых BMW, где стоят уже ZF 8, то есть 8 ступки. Со старыми там было все просто, да. Но вот именно как делать на новых, где селектор электронный уже, а не механический. Как поставить ее в нейтралку? Потому что не поставив нейтралку, она будет у вас в паркинге. Соответственно, как вы ее вообще на эвакуатор затянете или как вы сможете ее буксировать? Это физически будет невозможно без каких-либо повреждений. Поэтому обязательно посмотрите, если вы не знаете, как это делать. Поехали! Итак, для начала вы должны знать, какая именно коробка передач у вас стоит. То есть, если у вас более старый автомобиль, может быть и 5-ступенчатая, если чуть поновее, то 6-ступенчатая. Там особо разницы никакой не будет. Если у вас электропередач механический, вот вывел для вас картинку, выглядит примерно так, там все просто. Как только включено зажигание, вы можете поставить коробку в нейтралку и спокойно машину буксировать, затаскивать на эвакуатор, делать с ней что угодно. Это достаточно просто. Там рассказывать нечего, все элементарно. Главное, привернуть ключ во второе положение. Тогда, скажем так, вы сможете переключать селектор. С этим просто. Если у вас 6-ступка, но селектор уже у вас электронный. Допустим, на X-ах, на E70. Там стоит 6-ступка и селектор передач у нас электронный. Специально вывел для вас картинку, выглядит вот так вот. Там уже все не так просто, но достаточно все равно еще элементарно. В таких случаях у вас в машине в комплекте обязательно будет вот такой красный рычажок. Смотрите, фото для вас. Находится он обычно где-то у вас в багажнике. Как им пользоваться? Берете передние подстаканники, снимаете оттуда резиновое уплотнение и там будет специальное углубление, куда можно вставить этот ключ. Его просто вставляете, проворачиваете и вы можете вручную поставить нейтралку вместо селектора. Все достаточно просто. Наверняка многие делают, многие знают. Но самые интересные нюансы начинаются. Если у вас 8-ступка, то там уже физически не будет у вас вот такой красного ключа, чем можно коробку поставить нейтралку. И что же делать в таких случаях? Вот тут уже рассмотрим более детально. На примере моей машины F34 2016 год. Там у меня стоит ZF8 HP50. Поехали. Чтобы все было максимально наглядно и понятно, делаю это в машине. Вот наш селектор. Как видите, он у нас уже электронный. То есть физически, когда вы его дергаете, в коробке ничего не переключается. То есть вы просто посылаете сигнал и уже мозги сами переключают, что как надо. То есть сейчас у нас зажигание выключено, соответственно, ничего не работает. Логично. Если мы включим зажигание. Вот мы зажигание включили. Видите, у нас коробка стоит на паркинге. При включенном зажигании, видите, пытаюсь переключить, не работает. Даже нажимаю кнопку, пытаюсь переключить, тоже не работает. Даже если я нажму тормоз. Нажал тормоз, пытаюсь переключить, ничего не работает. Остается все на паркинге. То есть, предположим, вот у нас зажигание включено. Вы сломались где-то в дороге. И видите, вы просто не сможете поставить нейтралку. Ну просто никаким способом. Что же делать в такой ситуации? Тут у нас есть два варианта, как решить проблему. Первый, то, как это советуют делать, скажем так, официалы, не выходя из салона машины, можно поставить машину в нейтралку. Сейчас покажу, как это делается. И второй способ, на коробке есть специальный флажок, переключив который, можно коробку приведительно поставить в нейтральное положение. Зачем использовать один или второй? Сейчас расскажу. Итак, способ первый, как переключить машину в нейтрал, не выходя из салона, просто манипуляциями нажатия разных кнопок, педалей и комбинаций. Смотрите. Для этого я сделал с машиной койки не манипуляции, а точнее, вынул предохранитель топливонасоса для того, чтобы я не мог физически запустить машину. Потому что, так как, если машина была сейчас полностью исправна, то я бы нажал кнопку стар-стоп, запустился двигатель, я включил нужную передачу или поставил нейтралку и поехал. То есть, с этим проблем нет. Но нужно так, чтобы машина не работала. То есть, предположим, вы сломались. Что нужно сделать? Нажимаем педаль тормоза, нажали педаль тормоза, нажимаете кнопку стар-стоп. Стартер начинает крутиться. После того, как стартер крутится, разумеется, машина у нас не запустится, поскольку она в нерабочем состоянии. Вы берете селектор, нажимаете боковую кнопку, так как вы делаете обычно, и толкаете селектор вперед. И держите до тех пор, пока у вас не загорится нейтралка. Потом отпустив все, разумеется, машина у вас не завелась, но коробка перейдет в нейтральное положение, и вы сможете продолжить буксировку, либо погрузку на эвакуатор. Для того, чтобы выйти обратно из этого положения, нужно будет просто нажать кнопочку P, и все вернется в обратном положении. Итак, смотрите, пытаюсь запустить машину, что у меня сейчас не получится. Толкаю вперед, держу. Видите, нейтралочка. Все, я отпустил кнопку, точнее, кнопку, а педаль тормоза, вот я ее не держу. Зажигание у меня осталось включенным. Как слышите, стартер больше не крутится, но коробка, видите, перешла в нейтраль. То есть, не выходя из салона, все отлично работает. Если нужно поставить парковку, просто нажимаете P, все, коробка перешла обратно в парковку. Все отлично работает. То есть, как видели, все элементарно. Вы едете в костюмчике, в белой рубашке. Вам не нужно не пачкаться, ничего не делать. Вы сможете элементарно поставить коробку в нейтралку. Все продумано. Просто нужно знать, как это делать. Если быть более точным, в сервисном мануале там прописано, да, нажмите кнопку тормоз, нажимайте старт, толкайте селектор вперед, потом назад, потом опять вперед. Как-то слишком замудренно. Как для себя все это разъяснил. По идее, как только вы начнете крутить стартер, то мозги уже посылают команду на то, что можно будет разблокировать коробку. И вам хватит просто удерживать селектор, толкать вперед и сдать тех пор, пока не поставить нейтралку. Все. Не нужно сделать больше никаких манипуляций. Главное, не отпускайте педаль тормоза. И первый способ достаточно простой, рабочий, действенный. Если вы не знали про него, либо знаете того, кто не знал, пожалуйста, поделись этим видео. Думаю, эта информация для многих будет полезна. Так как, представьте, вы где-то посреди дороги встали, нужно машину затолкнуть на эвакуатор и физически этого просто никак не сделать. Я сомневаюсь в том, что те, кто работают на эвакуаторах, прямо настолько профессионально владеют всем-всем-всем. Разумеется, и там есть толковые парни, приедут все, скажут, слышь, парень, круто, не стартером, все встанет отлично. Но, если вам не попадется такой случай, соответственно, вы должны сами знать, как поставить коробку в нейтралку. Поэтому поделитесь, поставьте лайк, подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Итак, второй способ. Итак, мы находимся под машиной. Разумеется, в гараже сейчас это делать просто. Я нахожусь в яме, никаких проблем. Представляете, как это сделать в дороге? То есть вам нужно будет машину как-то поддомкратить, сюда подлезть, подлезть. Вот тут вот эти все защиты, то, что стоят, они все мешают. Докуда нужно, по идее, добраться? То есть вам нужно будет снять эту защиту, потому что иначе физически у вас ничего не получится. И вон на коробке сбоку, видите, вот есть такой флажок. Что более наглядно показать, я снял защиту. Вот она сбоку лежит, поскольку нахожусь с яме, и это не заставляет никаких затруднений. Вот этот флажок, про который я говорил. Тут есть на самом деле несколькая конструкция. Видите, на данной коробке нет никакого ни болта, ничего такого, чтобы можно было зафиксировать вот этот флажок и, соответственно, коробку в нейтральном положении. Да, тут есть сбоку какое-то отверстие. Видимо, как-то предусмотрено, что либо как-то затянуть, именно с дополнительным приспособлением чем-то. Как это сделать в дороге, не в гармонных условиях? Не представляю. Если кто знает, обязательно пишите. На более продуманных конструкциях, также на BMW, на большинстве коробок, кстати, есть специальный дополнительный болт, вы просто его вкручиваете, и он, получается, ограничивает ход этого флажка, двигает его в нужное положение, и коробка остается в нейтралке. Как именно на этой коробке поставить в полевых условиях нейтралку из-под машины, если у вас все полностью село, зафиксировать в нижнем положении? Реально, просто не представляю. Ну вот, собственно, и все. В этом видео мы рассмотрели два способа. Первый, скажем так, находитесь в пиджаке, в салоне, не выходя, даже можно, попивая кофе, поставить коробку нейтралку без особо проблем, но с условием, что вы знаете, в каком порядке, что как нажимать. И второй способ, это уже, скажем так, более такой боевой, если аккумулятор полностью сел, иногда тоже приходится пользоваться. Пожалуйста, пользуйтесь. Если вы еще не обратили внимание, то с данного момента теперь все мои видео будут выходить в формате уже 4К, так что попробуйте, насколько лучше от качества. Также сделал кое-какие изменения в микрофонах, в железе, на котором я монтирую все это дело. Поэтому качество должно стать еще лучше, поскольку до этого я получил очень много обратной связи именно по качеству звука, что все прыгает нестабильно, не ахти. Теперь, да, скажем так, буду работать в том направлении, чтобы еще улучшить качество контента, поскольку если звук не ахти, то, ну и смотря, что вы не хотите, несмотря на сколько ценная может быть информация. Спасибо, что смотрели это видео, всем спасибо, всем пока!